опа есть поклевка ух ты ничего себе смотрите какой кабанец опа есть смотрите как спиннинг отрабатывает вот это мелко окунь или это не окунь так что подписчик мне не соврал с таким монтажом льет не только окунь но еще и уклеечка и так ну что ж друзья всем привет с вами канал дикий клев сегодня я снова выбрался на речку чтобы половить окунь на мормышку те кто смотрели мое предыдущее видео вы конечно же в курсе что в прошлый раз я ловил на этой речке на вольфрамовую мормышку очень удачно отловился если вы не посмотрели мое предыдущее видео то очень рекомендую перейти по вот этой ссылке которая здесь появится в правом верхнем углу посмотреть сначала вот это предыдущее видео а потом уже с самого начала начать смотреть вот это видео и в том видео я сказал что было бы интересно попробовать полови здесь на свинцовую мормышку Потому как мне неоднократно говорили о том, что вот ты ловишь на вольфрам А зачем платить за вольфрамовые мормышки Если можно просто привязать крючок, поставить свинцовую дробинку И вполне себе успешно таким образом ловить того же окуня Поэтому на сегодняшней рыбалке я бы хотел проверить Насколько результативной у меня будет рыбалка с использованием свинцовой мормышки Ну, как обычно, по снастям сразу скажу Что сегодня у меня, как и всегда, на мормышинговых рыбалках Теперь это спиннинг блокэдер в тесте 0,5-1,2 грамма Катушка целяной кингфишер с 800-й шпулькой Шнурок здесь намотан нанофил 0,02 мм Сегодня я не поленился и к основному шнуру К нанофилечку привязал тоненький флюрокрабоновый поводок 0,12 мм На который уже привязал такой вот крючочек Как вы знаете, ребят, свои самодельные вольфрамовые мормышки Я изготавливаю с использованием вот таких крючков от фирмы Кобра 12 и 14 номера Ну и также в этом году изготавливал мормышки с крючками, которые купил на Алиэкспресс Тоже классные крючки, острые Ссылочку на них оставлю в описании к видео Но основное преимущество тех крючков заключается в том, что они сразу идут с отогнутым ушком Вот, ну один из подписчиков мне порекомендовал попробовать вот такие крючочки Сейчас покажу Тоже это крючки с Алиэкспресс В коробке приходят эти крючки по 100 штук Я купил крючки третьего номера Честно, мормышку из них я изготавливать еще не пробовал Вот поэтому сегодня решил попробовать их первый раз на этой рыбалке Ну вроде как такие цепучие, острые крючочки Ну по форме, сами видите, мне кажется, такая классная форма А, кстати, стоимость в районе одного доллара стоят эти крючки То есть за 100 штук платим всего лишь 70-80 рублей, сами понимаете Дешевле только даром, да? И вот именно такой крючок я сейчас провязал на флюрокарбон Ну и для того, чтобы провести сегодняшнее тестирование свинцовой мормышки Я откопал у себя в рыболовных запасах вот такую коробочку Со свинцовыми дробинками Мне сегодня понадобятся только вот эти дробинки 0,3 и 0,6 грамма Даже, может быть, 0,6 грамма вообще ставить не буду Вот 0,3 грамма у меня здесь осталось 3 штучки Давайте одну такую дробинку достанем И теперь самый интересный момент, ребят Теперь нам нужно определиться, куда мы будем зажимать нашу дробинку Я читал большое количество комментариев по этому поводу И сегодня я хочу попробовать вот такой способ, который мне рекомендовали То есть зажать дробинку прямо возле ушка крючка на флюрокарбоне То есть не на цевьё крючка устанавливать саму дробинку А вот здесь зажать её на флюре Ну давайте так и сделаем Прям пальцами зажимаем, максимально сдавливаем Не очень, конечно, хорошо получилось Давайте ещё сейчас зубами подожму немножко Ну вот, ребят, вот так вот у меня получилось Честно говоря, пока мне этот вид монтажа не очень нравится Точнее, совершенно не нравится Не знаю, как получится на это что-то поймать или нет И можно ли вообще такой монтаж называть мормышкой Ну не знаю, люди как-то ловят вот с таким способом Один человек мне ещё писал в комментариях, что можно вот так вот зажать дробинку возле ушка крючка Если что-то типа того не клюёт, то можно вот так её по флюрику продвигать Дальше сантиметров на 15-20 от крючка отодвинуть И вот с таким монтажом попробовать половить Но я не знаю даже, как это будет называться Это, по-моему, как-то что-то вроде сплитшота получается, да? Ладно, давайте будем пробовать Получится или не получится Что-то поймать даже вот самому интересно, честно говоря Так, в качестве насадки Поставим полярик Поставим или что? Или танту Ребят, наверное, поставлю всё-таки танту Очень она хорошо себя проявила на предыдущей моей рыбалке В цвете по 0,1, по-моему, да? Вот этот цвет зелёненький такой Так, крючочек у меня маленький Поэтому я опять, наверное, чуть-чуть откушу Сантиметрик Ну, полсантиметрика, может, 0,7 сантиметра Приманка пропитана аттрактантом Пока приманку насаживаю Все пальцы уже измазались в этом аттрактанте Ха-ха, вот первый нюанс Когда вольфрамовая дробинка или свинцовая дробинка Жёстко закреплена на цвье крючкам То с таким монтажом оснащать приманку гораздо удобнее А сейчас ты вот держишь за дробинку А крючок вот так болтается Приманку оснащать, честно говоря, не очень удобно Ха-ха Блин, крючок еле показался из тела приманки Конечно, цепляться за всякую подводную растительность я буду при таком монтаже меньше Но главное, чтобы окунь засекался Итак, ребята, вот такой монтаж Давайте уже, наконец, сделаем первый заброс Итак, ловись рыбка большая и маленькая Ветер, ветер, ветерок Выдувает петелечку Так, что могу сказать по чуйке Ну вот сейчас что-то ветер как петлю выдувает Я оп Очень слабо чувствую приманку Ну вот поклёвка была Опа Ха-ха, есть, ребятки Есть первый полосатый А-ха С пятого заброса, по-моему, да? Попался Вот так вот скушал приманку нашу Так, ну что, ребят, новый монтаж я обрывил Уже хорошо Вот, как пробил Почему-то нижнюю челюсть пробил Данный монтаж Не сверх, как обычно, а вот снизу Что, приманка идет как-то крючком вниз, что ли, получается, да? При проводке Сейчас будем разбираться Вот, ветер стих Сейчас попробуем вот так провести Прямо перед собой Оп, есть Ха-ха-ха, прям бич Есть, красава, вот ты Какой матросик Ха-ха Второй, ребятки Так, как он тут у нас клюнул, смотрим Так, ну-ка Где крючок? А, все правильно За верхнюю губу засекся Он туда, за неба Ушел крючок Вот он, вот он крючочек отсюда вышел Засечка правильная получилась Вот такой, ребят, матросямбан Беги Опа, есть Смотрите, как спиннинг отрабатывает вот этого мелкого окуня Или это не окунь? Ребят, это уклейка, обалдеть, а Так что подписчик мне не соврал Действительно, с таким монтажом Клюет не только окунь, но еще и уклейка Давайте вот так пройдем Прямо перед собой С таким вот качем Кач, 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 кач Сидит Сидит Ух ты, хорош, елка Тоже засекся за верхнюю челюсть Все как положено Сейчас перейдем в другое место И там этот раз буду кидать По направлению к ветру Это хорошо, потому что у меня в таком случае Не будет петлю выдавать Так, ну давайте вот здесь попробуем Место безотказное Здесь у меня всегда клюет Да, ребят, погодка сейчас, конечно, просто супер С утра был морозчик А сейчас ближе к обеду Вот солнышко вышло Припекает Очень тепло Несмотря на то, что ветерок такой прохладный Но за счет того, что солнышко светит Очень классное впечатление создается Прямо такое Второе бабье лето, можно сказать, у нас Погодка класс Солнышко светит Птички какие-то поют Да еще и рыбка поклевывает Просто песня Что может быть лучше Так, ребят, я понял Давайте сменим приманку Возможно, вот эта приманка слишком крупная Для этого микроокуня Или, может быть, здесь у клейка сейчас Бодает приманка Я не пойму, что-то на каждом забросе Есть какие-то потычки Но рыбка не засекается О, кстати, да у меня вот здесь Вот в наборе мормышек Есть маленький опарик Поэтому мы его сейчас и установим А, кстати, ребята, если кто еще не обратил внимания Зацените, как я здесь организовал Рабочее место у себя в коробочке Вот так вот маркером подписал Веса мормышек, которые у меня здесь находятся Это 0,5 грамма Такие самые тяжеловесные 0,3, 0,2 Ну и вот эта верхняя строчка Это такие и другие, скажем так Такие вот покупные варианты Вот эти вот тоже покупные 0,2, 0,3 грамма мормышки Ну это чисто для удобства Чтобы во время рыбалки не думать Какая из этих мормышек у меня 0,3 А какая 0,2 Вот как бы подписано И поэтому очень удобно Так, ну что, ребятки Насаживаем нашего опарика Крючочек очень маленький Блин, как же с ним неудобно Вот так вот Нормалек Блин, ребят Отварилась рыбка Кто-то наконец-то клюнул мне на опарика За последние 10 минут Вот я кидаю Уже вторую точку сменил Не было ни одной поклевки Даже, как-то думаю, странную Не пойму, в чем ела Может потому, что Опарик на 0,3 грамм Слишком неестественно себя ведет Его бы на 0,2, конечно, поставить Но у меня нет такой легкой свинцовой дробинки Вот, и тут наконец-то Бумс Поклевка Включая камеру Окунь отвалился Ну, прям по классике Так, ну ладно, ребят Надо сделать какие-то выводы, да По поводу вот этого монтажа В общем, что я могу сказать В принципе В принципе Как вы сами могли наблюдать Монтаж этот рабочий Окунек клюет Даже уклейка попалась Так что Ловить, конечно, можно И в некоторых условиях Наверное, даже нужно Мне вот в комментариях писали, что Да, вот свинцовая дробинка 0,3 грамма Она даже по объему Больше, чем Вольфрамовая Те же 0,3 граммы И на Росфишинге Мне написали, что Это даже и плюс Потому что за счет Большего объема Приманка будет Дольше падать на дно И вроде как парить В толще воды будет За счет того, что Свинцовая дробинка По объему больше И сопротивление будет Увеличено при падении Ну а при забросе В ветер, например В сильный какой-нибудь Боковой ветер Это же то же самое Происходит Большая парусность Создается у вас На ски То есть как бы В безветренную погоду Вот как сегодня В принципе Можно и со свинцом Половить А когда ветерок И когда волна Например, вот как у нас Бывает на водохранилище То я бы в таких условиях Конечно, все-таки Ловил на Вольфрамовую мормышку Вот Но это лично мое мнение Вы свое мнение Как всегда можете Оставить в комментариях К этому видео Опа Есть поклевка Ух ты Ничего себе Под конец Клюнул такой Лобастик Кошерный Вот эту дядьку Вот эта вот Красава Да Хорошая кунишка Такого поймать Я, конечно, не рассчитывал Сегодня Ну вот такие вот Если бы здесь клевали Почаще Было бы намного приятнее Конечно Беги, дружок Пока Нет, ну после такого кабанца Я должен сделать еще один Финальный заброс Поэтому Делаем еще одну проводочку Ну а вам, ребят Если видео понравилось То не забудьте поставить лайк И подписаться на канал Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok